Добрый-добрый день, дорогие друзья! Я Леа Молодой. Я приветствую вас на продолжении нашего мини-цикла уроков на тему «Четыре элемента мироздания». И сегодня мы продолжим с вами говорить о элементах и подробно разберем наш первый, самый главный, самый базисный. Я, кстати, буду говорить так про все элементы. Элемент – стихию Земли. Давайте сначала сделаем такое небольшое-небольшое, вспомним, о чем мы говорили на первом уроке, когда, собственно говоря, прошли, в общем, всю карту элементов. Давайте буквально в двух словах вспомним, что создание нашего мира происходит через четыре буквы имени Творца, Ютки и Вавки. И каждой букве соответствует своя стихия, свой элемент, которыми Творец создает наш мир. И все, что создано в нашем мире, оно все состоит из этих четырех основных элементов, через сплетение этих элементов в каком-то больше стихия, какая-то более сильная, в котором каком-то менее доминантной и так далее. Итак, основной, главный, духовный, духовный, самый высокий духовный наш элемент – это Огонь, первая буква имени Творца, Ют, самый высший духовный мир – Ацилут. Что мы там говорили о том, что все движение огня идет вверх, город Иерусалим, и основные, так сказать, силы этого элемента – это сила обнуления, желание жить, продвигаться, стремиться вперед, желание и возможностей карьеры, харизматичность, влияние на других и так далее. Следующий элемент, который идет немного ниже по своим духовным свойствам, по, так сказать, легкости – это воздух. Газ – воздух. Это вторая буква имени Творца – Эй. Духовный мир – Брия. Что можно еще сказать, что это движение вправо-лево, вперед-назад, да, вот, то есть в этой плоскости, уже в плоскости имеется в виду, вот, пространственные плоскости, город Цфат. Основные качества элемента воздуха – это сила движения, конечно, да, куда бы мы не захотели, везде всегда есть воздух – это основная оживляющая сила нашего мира, совершенно необходимая, и без воздуха, без кислорода жизнь невозможна вообще. Гибкость, адаптация, мультитаскинг, очень высокая интуиция и очень высокая интеллигенция на всех уровнях, да, креатив и так далее, и тому подобное. Это сильные стороны воздуха. Следующая стихия – вода. И это буква ВАВ в имени Творца. В духовных мирах это отражает свойства, если можно так выразиться, свойства мира Яцера. Движение воды всегда вниз, да, город Твери. Основные качества человека, у которого сильно доминантное качество воды – это сила оживления, энтузиазм, единение всего вокруг, всех вокруг, единение души и тела, любовь, милосердие, да, праведник, который отвечает этому элементу – это Авраам. Эмоциональное равновесие – это вода. И сейчас, после того, как мы вот прошли вот эти три элемента, мы подробно остановимся сейчас на элементе земля. Итак, земля – это элемент и стихия, которая даёт равновесие всем другим трем элементам. Имма Адама, мама Земля, да, так мы говорим. И вот для того, чтобы у человека были силы справиться, вывести, да, вынести весь груз этого мира, всех других высших миров, нам нужна именно земля. Земля – это четвёртый по счёту элемент. Вторая буква «Х» имени Творца – это то пространство, в котором возможно выражение, реализация всех тех духовных, каких-то аморфных, да, идейных миров. В этом мире мир осия, самый низкий мир из духовных, самый материальный наш мир, в котором мы с вами находимся. Это мир, стихии Земли. И да, по духовным своим энергетическим качествам, возможно, он, да, он и является самым низким, но по потенциалу реализации, да, основы для произрастания, для материализации вещей – это единственно возможный мир, и он совершенно необходим. Первое свойство стихии «Земля» – это материнство, и, конечно же, это плодородие, да, это место, как мы уже сказали, как вторая буква имени Творца – это место, да, и буква «Х», помните, я говорила о том, что она напоминает нам дом, дом, у которого есть крыша, есть стена, есть еще одна стена или дверь, да, еще часть, это буква «Х», и это на иврите «дом» называется «байт». «Байт» – те же буквы, как и слово «бат», девочка, женщина, «байт» и «бат», и мы знаем, что еврейская традиция часто называет женщину «хозяйку дома», называет ее именно домом, да, и когда мудрецы говорили о том, что я и мой дом, они подразумевали себя и свою супругу, которая, собственно говоря, является самой реализацией всего дома и все, что есть в этом доме, да, поэтому все у нас складывается в один потрясающий пазл, да, и сейчас мы продолжим говорить, что основное свойство земли – это материнство, плодородие, место раскрытия потенциала, да, и еще раз можно порассуждать, пофилософствовать на тему материнства, что это такое, да, это основа, из которой произрастает новая жизнь, раскрывается новый потенциал, и без материнства в любом его проявлении этот мир совершенно невозможен, и стихия земли, она, собственно, основа материнства. Одно из качеств, сильных качеств людей, у которых сильный элемент земли, и земля находится в балансе, да, мы сейчас сначала будем говорить о качествах земли, и сильных качествах, которые находятся в балансе, это, прежде всего, принятие без условий, да, и это качество материнское качество, да, мама, только мама, ну, часто и папа тоже, но мама особенно может, у нее есть особая сила, возможность принять человека, ребенка без всяких условий, просто принять. Почему? Потому что, потому что люблю, потому что он мой сын, вот и все, этого достаточно, в принципе. И вот качество принятия, даже принятие того, что некомфортно, не подходит, неудобно, все равно есть в человеке стихии земли, и сила, да, это особая сила, принятие. Следующая, следующая, очень важная сила земли, это устойчивость. Ецевуд, на иврите ецевуд. Устойчивость во всем, да, чтобы мы не брали, это эмоции, какие-то чувства, ощущения внутренние, да, вот возможность быть устойчивым, это одно из сильных качеств земли. Также выносливость, да, выносливость всего, выносливость каких-то перемен, возможность, да, возможность восприятия, например, других сил, таких как ветер, вода, огонь, да. Представьте, что есть устойчивая земля, которая совершенно, безусловно, понимает смысл своего существования, и все остальные стихии, которые могут бушевать, да, распространяться на земле, они как будто бы ее и не касаются, да, они только на поверхности, и земля непоколебима. И вот этот корень устойчивости, выносливости, не важно, что происходит вокруг, не важно, что второй, допустим, мой доминантный какой-то, какая-то стихия, элемент начинает выходить из баланса, если земля сбалансирована, она сильная, то ты понимаешь, что у тебя есть силы выстоять в любых испытаниях. Даже когда сильный ветер, даже когда вода, потоки воды сносят все окружающее, есть земля, значит, есть основа, основа основ, да, это наш, наш материальный мир, мир осия, символ земли. Креативность, дизайн, да, дизайн на иврите, мы говорили о том, что земля – это сила леоцев, что-то производить, креативить, да, создавать и наделять черты, определенные черты, да, и вот дизайн и гармония в материальных вещах – это тоже сильное чувство земли, сильная такая сторона земли, когда я могу, леоцев тоже от слова яцив, устойчивость, да, делать что-то устойчивое, что-то красивое, что-то, что будет сохраняться на долгие века. Контроль – тоже сильное качество земли, конечно же, нужно все контролировать, чтобы все было понятно, для того, чтобы не потерять устойчивость, чтобы, как мы говорим, земля не ушла из-под ног. Да, вот чувство контроля – тоже сильное качество, которое не всегда, конечно же, играет, так сказать, на руку людям, у которых сильная стихия земли, да, потому что, как мы знаем, контроль – это очень такое субъективное, иллюзорное ощущение, которое от нас не всегда зависит, да, очень есть много факторов, которые влияют на вообще нашу возможность что-то контролировать. Как я уже сказала, символ – это материальный мир, наш материальный мир, мир Осия, и все, что явно в нашем материальном мире проявлено здесь, это все тоже касается символа стихии земли, все, что снаружи, и дальше мы с вами тоже будем рассматривать наши стихии по соответствии с органами тела, да, в прошлый раз я просто забыла об этом вам рассказать, и по органам тела земля, помните, я рассказывала про клетку, да, ядро клетки, внутри клетки есть ядро, это тоже, как бы, такой, такая метафора земли, ядро земли, да, представляете, и само тело, собственно говоря, земля – это метафора стихии земли, материального воплощения, да, потенциала, духовных потенциалов, вот мое тело – это материальное воплощение, с точки зрения отдельных органов тела, это печень, которая сама по себе служит фильтром, так же, как и земля, мы знаем, что земля, любой фильтр, он состоит из определенных пород, угля и так далее, да, эти фильтры, которые фильтруют воду, печень также выполняет функцию фильтра, фильтрует кровь, да, отделяя все шлаки, выводя их из организма, кишечник, который также является фильтром и занимается работой, мы можем на русском сказать, выделение, да, разделение и выделение, правильно? На иврите слово берур, да, мы знаем, что есть даже такая малаха, которая запрещена в шаббат, которая называется бурер, да, что такое бурер, это когда мы миверрим, мы разбираем, это хорошо, это плохо, это хорошо, это плохо, так вот, шаббат, это действие нам делать нельзя, почему? Потому что седьмой день, день, когда все уже сделано, все уже идеально, все уже прошло, духовные этапы работы и физические этапы работы, и это действие мы не делаем, все остальные 6 дней, собственно говоря, самое главное, что мы должны делать в этом мире, это авудата бурер, работа, отбора, что для меня хорошо, что для меня плохо, это является добром, это является злом, как разделить, да, когда после первого греха смешалось добро и зло, это можно себе представить, как будто высыпали, представляете, там, два ящика лего, как мы, мои дети называют это смеш, смешка, да, смешка, это когда все наборы, все смешали, и все, что нам с вами в этом мире нужно делать, вот эту огромную гору лего, разбирать назад по этим комплектам, да, это сюда, это сюда, это мне подходит, это сломано, это мне не надо, это вообще нельзя этим пользоваться, это опасно, это принесет мне зло, это то, что мы делаем, и одна из сути стихии Земли, это фильтр, то же самое наш кишечник, орган-кишечник, который занимается разделением, эти макро-микроэлементы мне абсолютно необходимы, я их впитываю, да, и они переходят в кровь, все остальное вместе с ненужными элементами выводится из организма, то, что делает кишечник, соответственно, его стихия, стихия Земли, и, конечно, из внешних органов, это ноги, которые стоят на Земле, да, они устойчивые, они стоят на поверхности Земли, и они должны иметь вот эти качества Земли, устойчивость, выносливость, да, важные качества наших ног, да, и, конечно, очень больно, прискорбно и тяжело, когда вот функция, основная функция наших ног, устойчивость и выносливость нарушается, конечно, это большая трагедия, окей, что еще можно сказать о качествах человека, у которого Земля находится в балансе, да, во всех, устойчивость во всех сферах его жизни, да, это и финансовые вопросы, и воспитание, и отношения, то есть есть определенная уверенность в том, что все, что происходит, это происходит правильно, происходит к добру, да, это своего рода уверенность в сущности бытия, уверенность в том, что есть смысл у всего того, что происходит, есть этому место, и это место очень устойчивое, да, есть смысл в том, кто такой я, что я делаю в этом мире, и какова моя ценность, и это одно, вы знаете, из основных факторов и условий субъективного ощущения своего счастья, уверенность в том, что да, я существую, да, есть смысл в моем существовании, есть цель в моем существовании, и это, это просто основа, основа всего, да, также это уверенность не только, в общем-то, в моем ощущении себя, но и уверенность в Творце, да, уверенность в том главном партнёре, которого мы впускаем в нашу жизнь, который сам по себе является абсолютным добром, соответственно, от него не может исходить ничего, кроме абсолютного добра, и это меняет полностью восприятие всей нашей жизни, когда вот эти столпы нашего сознания, наших конструктивных, экологичных убеждений и установок входят в нашу жизнь, и это одно из свойств Земли. Ощущение самоценности, конечно, как я уже сказала, это фактор ощущения счастья, да, есть ценность, есть стержень, есть основа, я плотно, твёрдо стою на ногах. Одно из замечательных таких возможностей людей, у которых стихия Земли доминантна, доминантна в балансе, да, это их желание и умение поддерживать здоровый образ жизни, потому что качество Земли, ему присуще контроль своего дня, контроль над телом, контроль над своими желаниями и контроль вообще, что происходит, что я сейчас делаю, почему я это делаю, зачем я это делаю, да, всё должно быть понятно. Поэтому люди, стихия Земли, они зачастую действительно способны поддерживать здоровый образ жизни на протяжении всей своей жизни, да, это всё, что касается в рационе, в режиме, да, в правильных привычках, в спортивной деятельности, да, это всё стихия Земли, подарки, да, этого элемента Земли. Следующее очень важное качество, которое человек с сильной Землёй может ощущать и транслировать в этот мир, это ощущение, что есть место в этом мире, да, что у меня есть место, место, земля, да, моя земля в этом мире, мой дом, да, и тут же у нас, да, помните, переплетается, мы говорили о гармонии и дизайне, да, дизайн вот этого места, да, это всё тоже касается Земли. Одно из важных качеств, и иудаизм очень воспевает это качество, это качество скромности, анова, да, откуда это идёт, давайте порассуждаем, откуда идёт качество анова, кто может быть, анова, скромность, кто может быть без ущерба для своей самооценки, так скажем, да, проявлять себя в полной скромности. Тот человек, которому не нужно никому ничего доказывать, которому не нужно быть больше, выше, быстрее, умнее, чем все окружающие. Каковы эти люди? Каковы? Те, у кого есть основа себя, которые понимают, да, полностью устойчивы в своём восприятии себя, в своей самоценности. И этим людям, как бы для них скромность является продолжение этой самоценности, да, и не стоит здесь путать и мешать самоценность с гордыней. Это совершенно разные вещи. Если гордыня — это очень качество, которое очень мешает жизни, и из этого качества произрастает много болезней и много неприятностей, и, собственно, в духовных мирах гордыня, прежде всего, свидетельствует об отрицании вообще наличия Творца, наличия каких-то духовных законов, да, то это совершенно противоположность. Ощущение самоценности — это ощущение понимания своей истинной значимости, духовной значимости, бесконечной и бессмертной значимости твоей души, да. Это очень важные нюансы, которые нужно, конечно же, понимать. Что ещё можно сказать о земле? Что это самые лучшие работники. Если есть работодатели, которые нанимают на работу человека со стихией земли, будьте уверены, что это самые лучшие работники. Качество, устойчивость, поддержание режима, да, пунктуальность, дизайн в плане, дизайн даже рабочего места в том плане, что я могу понять, как всё в системе работает, да. Меня не заносит право-лево-вверх, да-да-да-да-да, всё это расползается. Нет, всё очень понятно и чётко, поэтому, дорогие работодатели, лучшего работника, чем человек с сильным качеством землёй, вам просто не найти. Да, ответственность, отдача и все остальные самые положительные черты нашей земли. Ещё очень долго можно воспевать стихию земли. А вспомним также, что из наших праотцов именно царь Давид является выражением стихии земли, да. И несмотря на то, что на его долю пришли огромные страдания, он смог именно все эти духовные миры произвести, здесь реализовать, начать строительство храма. И, собственно говоря, мы знаем, что и Машиах, Спаситель, Мессия придёт именно из потомков Давида. И мы до сих пор его ждём прямо сейчас, сегодня, в Боизратоше. Но что же случается, когда земля наша, наша стихия земли в дисбалансе? Как определить, что стихия земли сейчас выходит из баланса? Прежде всего, это отсутствие уверенности и устойчивости. Как я уже сказала, мы не зря говорим, земля ушла из-под ног во всех сферах и во всех смыслах. Именно так земля уходит из-под ног. Моя земля вышла из баланса. В чём это может выражаться? Неуверенность, да, неуверенность в себе, непринятие себя. Я не могу себя принять. Я не такая, я недостаточно быстро всё делаю, как ветер. Я недостаточно на широкую руку всё делаю, как вода. Я недостаточно высоко летаю в карьере моих каких-то, не знаю в чём, как огонь. Вот эта неуверенность в своей земле, да, может быть, она вообще как бы, может, это какая-то стихия ненужная, да, неважная, какая-то слишком материальная, да, ни в коем случае. И здесь, как только мы ощущаем, что мы теряем баланс нашей стихии земли, мы должны принимать меры, мы должны начинать работать. И рекомендации я тоже дам вот в третьей части нашего урока. Отсутствие рутины и режима жизни – это тоже симптом того, что человек теряет баланс в своём, вот в этой стихии, да, когда нет систем, нет рамок, нет чего-то, что меня поддерживает в этих рамках, да, сегодня так, завтра так, непонятно что, сегодня спала до обеда, завтра бессонница, непонятно что, да, земля опять уходит из-под ног. Одно из серьёзных таких качеств дисбаланса земли, те, которые действительно нужно очень серьёзно, со всей серьёзностью подходить к этому вопросу, это склонность к депрессиям. Точно так же, как и человек осуйми, а фар сделан из пепла, из глины, да, из земли, тяжёлая, тяжёлая земля, которая тянет меня вниз, склонность к депрессиям, тяжело вставать, очень тяжёлая на подъём, да, это признак, симптом, что здесь сейчас земля в дисбалансе, и нужно работать с этим. И грусть, и отчаяние. Почему приходит грусть, такая неисправленная грусть, которая ведёт к ощущению отчаяния, да, почему? Потому что мы теряем самоценность, мы теряем смысл в жизни, теряем устойчивость, понимание, что есть место, есть место мне в этом мире. Лень и тяжесть, отсутствие желания, желание двигаться, вообще двигаться куда-либо, вправо-лево, да, как все остальные наши стихии, которые в процессе дисбаланса, они начинают кидаться туда-сюда, да, всё, что бы там ни было, какие-то всё время в каком-то движении находятся, да, здесь всё затихает, всё как будто ложится на дно, да, и просто человек ощущает, что у него нет никакого желания двигаться, что-то делать, что-то создавать, да, если с одной стороны земля, это прежде всего креатив, создание, прям конкретное создание, строительство нового, здесь отпадает любое желание, здесь человек погружается камнем, да, камнем на дно, почему, да, вот именно стихия, да, камень самое жёсткое, жёсткое проявление, вот, нашего элемента земли, да, самый-самый плотный элемент, потеря гибкости, потеря возможности, быстрой адаптации к новым ситуациям, адаптации к стрессу, к состоянию дистресса, это всё опять-таки проявление дисбаланса земли. Человек, у которого земля в дисбалансе, может проявлять себя грубо, да, может прям вот его поведением проявлять грубость, таким образом защищаясь от реальности, когда я неустойчив, когда у меня нет стержня, когда у меня нет самоощущения себя и уверенности в том, что это хорошо, я должна защищаться от этой реальности. Как? Кто как может? Очень часто земля проявляет себя грубо, да, а как ещё, там, может, так сказать, метафора, да, земля, а как ещё, да, как могу, да, и часто земля в дисбалансе ощущается как невыносимая внутренняя боль, боль духовная, душевная, физическая, да, когда даже тело начинает болеть от того, что нет смысла, от того, что нет устойчивости, да, и, конечно, потеря контроля, и это само по себе является большим стрессом, когда человек теряет контроль, и это тоже может выбить наш элемент земли из баланса. Что мы можем сделать? Давайте сейчас поговорим о тех инструментах в терапии, которые вот заостряют своё внимание, что если мы понимаем, что здесь дисбаланс именно в земле, а часто дисбаланс в земле приводит к дисбалансам во всех четырёх элементах, да, на что нужно сделать упор, если мы понимаем, что этот человек, он по своему характеру, по своим наклонностям вот сейчас требует именно уделить внимание элементу земли, и в принципе в терапии мы должны понимать, что да, мы работаем со всеми элементами, но первично первые шаги, первые шаги мы делаем по отношению к самому базисному элементу, из которого создано наше с вами тело, наше материальное проявление в этом мире, это элемент земли. Поэтому всё, что связано с телом, всё, что связано с неживой природой, всё, что мы можем делать для того, чтобы заниматься нашим телом, для того, чтобы работать с какими-то предметами, да, давайте поподробнее, да, прежде всего работа телесная терапия, любые занятия, во-первых, спортом, а в основном это групповые игры, да, спорта, когда есть какой-то контакт с другим телом, да, допустим, борьба, да, массажи, акупунктура, рефлексология, всё, что касается работы с нашим телом, танец, выражение себя через тело, движение, обязательно, обязательно на любом этапе работы с возвращением баланса к нашим структурам, духовным структурам, нашим элементам, это абсолютно обязательно, плавание, боевые искусства, я уже сказала, и так далее, работа с неживой природой, это любое рукоделие, работа на земле, тоже очень-очень важно, понятно, здесь просто как бы, да, прямым, можно сказать, текстом, для того, чтобы укрепить нашу стихию земли, нужно работать на земле, есть специальные упражнения, когда мы взращиваем росток, цветок, когда мы сами сажаем его, мы трогаем эту землю, землю трудотерапия, можно так назвать, да, и мы видим, как этот росток прорастает, мы должны наблюдать за этим, отмечать про себя, что сейчас происходит, как я ассоциируюсь с этим процессом, да, возможен ли процесс моего внутреннего прорастания. Дальше, очень важный момент для стихии земли, это выпускать наружу свои эмоции, да, не зарывать их внутрь, не контролировать, да, земля любит контролировать, ну что, если она ничего вокруг не может контролировать, так хотя бы свои эмоции, эмоции мы не контролируем, с эмоциями мы работаем, мы их прорабатываем и проживаем, вместо того, чтобы, да, переживать за что-то, то мы это проживаем, и это очень большая разница, да, между контролировать эмоциями и проживать эти эмоции, прорабатывать их. Я не имею в виду сейчас впасть, там, не знаю, в какие-то, в какую-то крайность эмоций и там кайфовать и говорить, ну вот, мне же сказали, что надо эмоции проживать, а не контролировать. Нет, я не это имею в виду, я говорю о том, что мы их не закупориваем, не заметаем под коврик, да, мы с ними работаем, мы обращаем на них внимание, благодаря им мы приходим к пониманию, почему я так себя чувствую, да, поэтому есть понятные техники, которым нужно пользоваться. И установление режима для того, чтобы вернуть баланс к земле, это совершенно необходимо. На этом мы заканчиваем сейчас этот урок, который мы полностью посвятили элементу земли, и на следующей нашей встрече мы с вами уже перейдем к следующему элементу вода. Так что оставайтесь с нами и подключайтесь к следующему уроку. Буду ждать вас. До свидания.